Кого-то может порадовать, что лидер Армении начал показывать зубы, дразнит ОДКБ, шепчет Салиевым, ругает Россию, тесно общается с Европой и США, принимает гостей из разных институтов и стран. Кажется, что в эти неспокойные и опасные времена она поддерживает баланс и проводит дополнительную политику. Но если оставить в стороне эмоции и сантименты, и судить о внешней политике Армении не по словам, а по делам, то мы увидим, что на самом деле ничего хорошего нет. У нас есть противоречия с такой структурой, как ОДКБ, и непонятно, зачем мы в нее вступаем, если у нас нет никакой выгоды. У нас есть только жалобы и разногласия. Даже принимая в своем доме, мы не имеем возможности воспользоваться преимуществами хозяина, и что-то навязать, вместо этого мы действуем как бедный, слабый человек, не подписывая итоговый документ сессии. Иными словами, нужно либо присоединиться и воспользоваться возможностями, предоставляемыми этой структурой, либо уйти. Нам нужна другая площадка, где обсуждаются более насущные для нас вопросы. Переговоры с Алиевым, можно сказать, полностью провалились. Вчера мы уже узнали, что встреча 7 декабря в Брюсселе также не состоится. И становится очевидным, что встречи под эгидой ни Шарля Мишеля, ни Владимира Путина не дают результатов, а телега ни на миллиметр не съезжает с места все ближе и ближе, приближая время силовых решений. Но мы движемся. Но и не в том направлении в направлении вооружения, укрепления армии, подготовки к войне. Пишет Гарапарак.